С началом осенних холодов проблема невозможности проезда усугубляется. Эти кадры были засняты жительницей Прилуцкого района на видеорегистратор. Едва продвигаясь вперед, периодически увязая в грязи, едут за знаниями в местную школу дети поселков Велдарья и Ваймес. Неужели у районных властей нет возможности отремонтировать разбитую трассу? Этим вопросом задаются теперь не только местные жители. Накануне корреспонденты издания «Комсомольская правда» с аналогичным запросом обратились к властям Прилуцкого района. И все оказалось не так уж однозначно. Вы не поверите, но в 2012-2013 годах из бюджета района на ремонт данной дороги выделялось 14 миллионов рублей. Сейчас мне, как руководителю администрации района, хочется задать вопрос – где деньги? Нынешнее лето выдалось дождливым, и дорогу очень быстро развезло. Именно поэтому мы решили ограничить доступ на дорогу для тяжелой техники. Выставляли посты ГИБДД. Но в отсутствии сотрудников полиции лесники смело вывозили лес по данному пути. И, что особенно обидно, лес вывозят не только местные лесозаготовители, но и предприятия Кировской области. По словам руководителя администрации, дорога находится в ведении коми дорожной компании. Дважды в месяц она направляет сюда тяжелую технику, чтобы провести профилирование дорожного полотна. Мы неоднократно вели переговоры с руководителями лесозаготовительных предприятий. Даже удалось договориться о том, что они постелили бревна на самых труднопроходимых отрезках дороги. Но в этом году даже эти средства не помогли. Может, даже сделали хуже. Этим летом наша съемочная группа уже пыталась проехать по застеленной бревнами дороге. Безрезультатно. Из-за того, что насыпь грунтовая слишком тонкая и часто идут дожди, здесь все просто-напросто размыло. И если вот эти бревна еще более-менее толстые, то дальше идет тонкомер, который просто-напросто всплывает, и машины в нем зависают. Тем временем в соцсетях тоже идут обсуждения. Кто-то обвиняет в бездействии самих жителей поселков. Жителям была предложена программа по переселению. Они отказались. Родные места привыкли, обустроились. Нет ни больницы, ни клуба, ни школы, ни сада, ни магазина нормального. О том, как дети в школу будут добираться, не задумались. Машина вот-вот сломается. А дальше что? Когда предлагали переселение, таких дорог не было. Их содержали, и по ним можно было ездить. А сейчас некому содержанием заниматься. Все за свои кресла держатся. Вот сейчас надо переселение предлагать. Дешевле обойдется, чем дороги делать. Продукты МЧС завозит. Так пусть и детей они возить будут в школу. Дороги там были разбиты всегда. Нас еще в 80-х по этим дорогам возили в Ношуль на уборку картофеля. Благоназили. Взрослые не захотели изменить жизнь к лучшему. Конечно, надо же искать жилье, заниматься оформлением купли-продажи. А зачем? Детки теперь мучаются. Для них этот кошмар и неуверенность в завтрашнем дне станет нормой по жизни. Между тем, ехать по 15-километровому участку дороги и школьным автобусам, и другим автомобилям приходится не меньше часа. Сейчас пообещали в районной администрации прорабатываться вариант переговоров с крупными лесопромышленниками по восстановлению полотна. Ну а пока вся надежда на зиму. Тогда дорожная проблема на время решится. На морозы молятся и родители детей, которых приходится отправлять по тернистому пути. Александра Головина, Любовь Филипова, Телеканал Юрган.